Дмитрий, здравствуйте. По поводу первых этапов Кубка мира. Насколько я читала, в этом году составили график, вообще географию соревнований так, чтобы все было близко достаточно друг к другу. И эксперты говорят, что вот те этапы, которые предстоят, эти трассы наиболее считаются удачными для российских спортсменов. Вы понимаете, сейчас речь вообще не идет о том, состоятся ли этапы на тех или иных трассах. Важно, чтобы вообще это все состоялось. Мы живем все одним днем. Поэтому если что-то по коронавирусу будет не в порядке, то возможны отмены. И это касается абсолютно всех видов спорта. Другой вопрос, что если что-то пойдет не так за границей, и если наши спортсмены смогут принять участие в этапах Кубка России, то здесь, конечно, первым делом мы вспоминаем Тюмень, потому что можно организовать великолепную трансляцию. Естественно, это сфера интересов и моих, как комментаторы, и канал Матч ТВ Федерального. Я думаю, что и всех местных СМИ. Поэтому я, в принципе, ну так, с долей оптимизма смотрю на сезон предыдущий, потому что если вдруг не будет за рубежом, то надеюсь, что будет у нас. Вот знаете, у меня есть такой вопрос. Как я понимаю, спортсмены, когда там на сборах находят сильные соревнования, ну, по сути, это как такая вахта, где все очень тесно с друг другом общаются. Ну, в этом-то и проблема сейчас. Вот. Просто если смотреть на цифры, которые там сейчас и вообще за все время пандемии в Хантах, в Янау, где постоянно вахтовики там просто зашкаливают эти цифры в связи с тем, что все очень тесно живут. Вот что будет вообще? Именно поэтому мы не будем ни с кем соприкасаться. Вообще, на самом деле, это большая проблема, когда меня спрашивают, как вы будете общаться со спортсменами. Это невозможно. Ну, есть, в конце концов, социальная дистанция, вот как у нас с вами, да, есть так называемые телевизионные удочки, когда можно спокойно, там, на расстоянии двух метров с лишним держать микрофон и с спортсменом не соприкасаться. Это что касается микс-зон. А что касается каких-то вне спортивных историй, ну, мы отдадим одну камеру в мужскую команду, другую в женскую. Мы будем выходить, мы будем работать. Программе «Биатонсгуберниевым» 10 лет уже. Ну, вот вообще такая ситуация, если спортсмен внутри команды заболевает ковидом, вся команда отправляется там на самоизоляцию? Ну, вообще, по логике так и должно быть, конечно, но сейчас правила изменились везде, в мире и Европе, потому что сейчас действительно подход индивидуальный, да, кто близко контактировал, скажем, могут на какое-то время самоизолироваться, все остальные сдают тесты и вроде как по умолчанию, если все нормально, продолжают работать. Но здесь, опять же, поскольку вирус такая штука агрессивная, вот Загребская «Динамо», например, приехала в Москву неделю назад на матч ЦСКА, и потом 9 человек уехали с положительными тестами. Понятно, что не все будут болеть, естественно, есть еще и скрытые формы, да, тем более спортсмены все-таки люди сильные, но, тем не менее, приятного в этом мало. Ну, вот смотрите, если вдруг спортсмен заболевает на самих соревнованиях, это насколько это фатально выпасть вот так на 2 недели, на 2-3 недели? Ну, это фатально, это, конечно, фатально. Все? Значит, уже сезон полностью? На самом деле, ну, спортсмен вообще, в принципе, спортсмены заболевают, спортсмены получают травмы, спортсмены просто заболевают, это зимний вид спорта, у них бывают ангины, там, бронхиты и всевозможные другие ОРВИ, ОРЗы и так далее. Поэтому сейчас добавляется еще, конечно, ковид, но правила будут очень жесткие по проведению соревнований, будут постоянные тесты, это касается и телевизионщиков, естественно, и всех тех людей в команде, поэтому это риск. Но мы видим, что сейчас, несмотря на такое серьезное развитие, уже ОС предупреждает вот об этой там невероятной границе, в любом случае, все-таки, ну, экономическая модель, она, ну, так или иначе, видимо, должна работать, потому что иначе все станут банкротами. Так, ну давайте от ковида перейдем к нашим лидерам, которые сейчас есть, Логинов, насколько вероятно в этом сезоне его противостояние с Бео, и может ли он Бео, там, сместить сперестал? Я не думаю, что он в борьбе за кубок мира сместит Бео, конечно, пожалуй, может быть, даже единственный человек, который способен это сделать, на мой взгляд, вот сейчас, это Кентен Пьен Майе, потому что ушел Фургат, еще один француз, Кентен, он готов великолепно, но там еще есть целая плеяда и молодых норвежцев, и молодых французов, там, люди же стали чемпионами мира, поэтому святое место пустое не бывает, но что-то мне подсказывает, что Йоханес может тоже так всерьез и надолго. Так и здесь был Бьерн Даллен, был Фургат, много-много-много. То есть Бьерн – это новая звезда, вот интересно. Ну, он уже новая, старая звезда, потому что он уже не мальчик все-таки, да, он достаточно... Ну, он такого же уровня, я имею в виду, ну, Фургата, Бьерн Даллен. Нет, он выделяется очень хорошо, но сейчас вы поймите, что этот сезон будет, в любом случае, экспериментальный, с точки зрения того, что кто-то начал поздно тренироваться. У кого-то, как у сборной России, не было возможности сразу в начальный период пандемии весной работать с оружием, потому что у нас правила такие, что люди Гаранчев жаловался, например, там никак не могли с Росгвардией что-то договориться. Но я уже говорил, что пандемия – такая штука, сильный спортсмен станет сильнее, а слабый – слабее, потому что люди в домашних условиях в состоянии, все-таки скучая по стрельбе, там, придумывают какие-то вещи для того, чтобы не терялся навык, а наоборот. И плюс ко всему еще держать себя в форме с точки зрения, ну, какой-то общей физической подготовки. Нет, у нас новый тренер хороший, я вообще в этот сезон смотрю с оптимизмом. Я не думаю, чтобы возить тачку. У Логинова, лишь бы проблем не было со здоровьем, он тренируется отдельно от команды, и тот объем работы, который он сделал, позволяет обнадеяться нам на то, что у Саши будет все хорошо. Матвей Елисеев, смотрите, как прибавляет. Я думаю, что они в состоянии выступить значительно лучше, чем в прошлом сезоне. Команда хорошая, команда молодая, кстати говоря, несмотря на наличие там опытного Логинова. То же самое хочу сказать и про девочек. Вполне себе боеспособный коллектив. У Шашилова не забалуешь. Тренер прекрасный, тренер, который увеличил нагрузки, тренер, который понимает, что нужно действительно здорово очень сильно пахать. Но есть и люди, типа Кухлиной, например, которые тренируются отдельно. Сейчас тоже влилась в команду. Поэтому нет, я не думаю, что мы будем здесь какими-то аутсайдерами, конечно. Мы будем верить. Дмитрий, ну спасибо вам большое. Спасибо вам большое. В Тюмени, да. Берегите себя, здоровья. Всем здоровья. И хочу сказать огромное спасибо. Тюмень действительно регион близким. Я считаю себя тюменцем. Я всех хочу поздравить и с наступающим зимним сезоном. Я рассчитываю, что все-таки он будет. А самое главное, берегите себя, здоровье, потому что действительно ситуация очень непростая. Давайте беречь друг друга. Вам спасибо. Спасибо. Не болейте. Пока-пока. Пока-пока.